Международный женский день. Этот праздник в России отмечают с особой теплотой. Он всегда наполнен нежностью, цветами и подарками. В преддверии праздника мы сделали серию сюжетов, рассказывающих о женщинах самых разных профессий. О руководителях, политиках, врачах, водителях, многодетных матерях. Каждая из них состоялась в жизни по-своему, став важным членом нашего общества. И в завершении этого цикла репортажей съемочная группа подготовила сюжет, в котором мы расскажем о заслуженном и очень активном общественном деятеле нашего города. Римме Петровне Золотаревой. Даже среди представительниц слабого пола можно встретить сильных женщин. Они сохраняют бодрость духа, не теряют самообладание в любые, даже самые трудные времена. Их энергии хватает не только на обустройство домашнего очага, но и на общественную деятельность. Они способны руководить большими коллективами и вести за собой. С одной из таких представительниц Верхневолжья, Риммой Золотаревой, накануне праздника встретилась наша съемочная группа. Свою трудовую деятельность она начала на ткацком производстве. Затем работала инструктором отдела областного совета профсоюзов. В 1981 году возглавила Тверской дом науки и техники Российского союза научных и инженерных объединений. На этой должности Римма Золотарева проработала 27 лет. И по сей день с ностальгией вспоминать те непростые, но романтичные годы. Работа, конечно, она была интересная, потому что, прежде всего, это постоянные командировки. Я всю область, где на самолете, тогда ходили маленькие, У-2, вот летали, такие как Нелидова, Торобец, да, Белый, вот. Или, значит, даже на тракторе. В начале 2000-х годов Римма Золотарева стала одним из инициаторов присвоения статуса «Дети войны». Людям, которые родились в период с 1928 года по 1945 год. Как рассказывает Римма Петровна, начиналось все просто. В 2007 году узнала, что в разных городах России стали появляться общественные объединения «Детей войны». На тот момент были уже организации в Краснодарском крае, Ставрополье, в Мордове. А Тверская область стала 19-м регионом, где появилась такая общественная организация. Со дня образования и до сих пор Римма Золотарева возглавляет Тверскую городскую общественную организацию «Дети войны», оставаясь и сегодня ее бессменным лидером. Большинство членов этой организации составляют женщины. И в канун замечательного весеннего праздника, 8 марта, хочется уделить им особое внимание, одарить их заботой и вниманием, сказать им добрые слова. Наш телеканал и партнеры Тверского проспекта подготовили для Риммы Петровны слова благодарности и подарки. С возрастом любой человек осознает, что самым главным богатством является здоровье. А хорошее самочувствие, как известно, залог долгой и активной жизни. Для поддержания вашего здоровья клиника Ригитея дарит вам сертификат. С поздравлением к женщинам обратилась основатель клиники Ригитея Мариат Мухина. Желаю вам светлого, радостного, весеннего настроения, моря любви, счастья и, конечно же, красоты, здоровья и молодости. Клиники Ригитея подготовили для вас множество интересных, полезных подарков, которые сделают вас не просто здоровыми, но еще молодыми и красивыми. Ждем вас, дорогие женщины. Но о том, чтобы домашние хлопоты Риммы Петровны стали легче и приятнее, позаботился еще один наш партнер. Еще один сертификат предоставляет интернет-гипермаркет Техпорт. Вы можете приобрести нужную вам бытовую технику или, например, какие-то другие товары по вашему выбору. От имени коллектива интернет-гипермаркета Техпорт с поздравлением ко всем женщинам в канун замечательного весеннего праздника обратилась управляющая филиалом по Тверскому региону Юлия Малинина. Дорогие женщины, коллектив интернет-гипермаркета Техпорт.ру поздравляет вас с Международным женским днем. Желаем, чтобы весна свела не только на улице, но и в душе, а красота радовала всех окружающих. Счастья вам, благополучия и гармония. Желаем, чтобы все ваши дни были яркими, солнечными, запоминающимися. Желаем, чтобы в вашем доме всегда было уютно и тепло. Радуйте жизни и будьте дороги близким вам людям. С праздником! К поздравлением в адрес Риммы Петровны присоединился еще один партнер нашего холдинга – сеть шинных центров «Вианор», которая предоставляет услуги по автосервису, сход-развалу и шиномонтажу. Эта компания занимается продажей легковых и грузовых машин, дисков, АКБ и запчастей. Специалисты центра всегда гарантируют высокое качество услуг и низкие цены. А при покупке шин предоставляется бесплатное сезонное хранение и бесплатный шиномонтаж на множество брендов. Шинный центр «Вианор» работает круглосуточно. Его коллектив также присоединился ко всем поздравлениям в адрес героини нашего сюжета и возглавляемого ею коллектива и передал им подарок от своей компании. И чтобы на ваших собраниях или дома вы всегда могли пить горячий чай, компания «Вианор» предоставила этот чайник в качестве подарка. Разумеется, по традиции поздравления с Международным женским днем в адрес представительницы прекрасного пола не обошлись без красивых цветов от нашего партнера. В честь праздника компания «Орхидея» предоставила этот букет специально для вас. Спасибо большое и вам за ваши поздравления, за теплые пожелания. Будьте здоровы, счастливы и любимы вы сами. Надеемся, что наши героини с теплотой будут вспоминать этот день и те добрые и искренние слова, которые были произнесены в их адрес. Наш медиахолдинг также присоединяется ко всем поздравлениям. И мы желаем всем тверичанкам чудесных весенних дней, наполненных радостными событиями, любовью и взаимопониманием с близкими. Пусть они окружают вас теплом и заботой.